Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Вопрос касается необщительности, ощущения скуки при общении с другими людьми, ощущение того, что у человека кругозор шире, чем у окружающих, вот. И, собственно, человеку трудно находиться в таком мире обществе и спрашивает человек, да, возможно ли я не нормально, а не эти люди. Собственно, вы тот же самый вопрос, такой же вопрос задавали ровно, ну не ровно, но шесть лет назад. Я, честно говоря, не думаю, что за эти шесть лет что-то изменилось. Вот. И я не думаю, что потерял актуальность тот ответ, который шесть лет назад вы выбрали лучшим. Я думаю, что все интересны. Я думаю, что у кого-то действительно есть такой поверхностный внутренний мир и самые такие вот базовые потребности, базовые цели. И в этом, наверное, нет ничего плохого. Я также думаю, что есть люди другие. Глубокие, более направленные на свой внутренний мир. Люди творческие, люди, что называется, думающие, у которых есть потребности не только базовые, да, но и другие по пирамиде масло, это высшие психические, значит, потребности. Вот. И я думаю, что это тоже абсолютно нормально. Я думаю, что если качество жизни ваше не падает от того, что вы такая, то это абсолютно нормально. А другое дело, что вот подобная глубина, да, подобная позиция, подобный узор, если хотите, в человеческой личности, он не уникален. Он есть у других людей. И совершенно очевидно, что такие люди, как вы, просто-напросто находят друг друга и общаются. Вот. И тут момент скорее заключается в том, что почему-то вокруг вас только другие люди, только такие люди, как вы говорите. Если такие люди, как вы говорите, все вокруг, то тут скорее всего имеет место быть ваша проекция и избегание контактов, избегание общения, избегание взаимодействия с людьми. Вот. А по каким-то причинам? Это могут быть слабые личные границы, это может быть страх, это может быть что-то еще. Вот. И я думаю, что проблематикой является не то, какая вы, а проблематикой является то, как вы выстраиваете отношения с другими людьми. Можете ли вы это делать? Я, например, думаю, что при общении с абсолютно любым человеком можно извлечь для себя что-то интересное, что-то прикольное, что-то любопытное, что-то новое. Если есть любопытство. Дело в том, что не то, чтобы я вам не верил относительно того, как вы себя описываете, относительно того, что у вас более широкий кругозор и прочее, не то, чтобы я вам не верил, но я думаю, что если при всем при том, что вы описываете, у вас нет любопытства, то есть если вы не стремитесь к чему-то новому, к изучению чего-то нового, к исследованию, то я бы сказал, что вот те ресурсы, которые у вас есть, те способности, которые у вас есть, те возможности и тот потенциал, который у вас есть, начинают просто-напросто закостеневать и превращаются в такое своего рода догматическое образование. Такое, такое. И подобное догматическое образование просто-напросто делает вас изгоем в обществе с любыми людьми, потому что вы обесцениваете людей, а вы не любопытны по отношению к ним, и вы, что называется, не даете людям шанс. Здесь вы можете возразить, нет, я даю людям шанс, я общаюсь с ними, но они вот мне не интересны. В таком случае, вот именно вот этот вот неинтерес нуждается в исследовании. Одно дело, если вы ищете чего-то конкретного. Это можно найти, если знать, что искать. Другое дело, если этот интерес у вас не детализирован, и вы, в принципе, периодически, как всем людям, начинаете испытывать отсутствие интереса. Я бы сказал, что здесь идет, опять-таки, тенденция именно к обесцениванию. Когда мы обесцениваем других, мы обесцениваем себя через других. То есть вы себя обесцениваете. Косвенно на это указывает то, что вы задаете вопрос, а нормально ли я? То есть здесь как будто бы есть какой-то элемент непринятия. Это может быть ситуативная история, когда у вас, ну, просто вот нахлынули такие чувства, просто нахлынула обида, что вот другие легко находят общение и контакт, а вы нет. А может быть, что-то более глубокое, как бы, идущее с вами по жизни уже в течение долгого времени. Просто вы этого не замечаете. Вы посвятили свой текст перечислению отличий своих от людей. Но вы ничего не сказали по поводу того, что вы делали для того, чтобы общаться с людьми, которые будут вам интересны. Вы ничего не сказали по поводу того, что, собственно говоря, вам интересно. Вы говорите о том, что у вас есть другие интересы, кроме тех, что вы перечислили в качестве примитивных. Но что это за интересы? Вы же не думаете, что эти интересы есть только у вас. Я думаю, что какие бы интересы у вас ни были, их разделяют и другие люди. Вам просто нужно быть любопытным. Не каждый человек демонстрирует какую-то глубину сразу. Но если вы нуждаетесь в глубине другого человека, возникает вопрос, а для чего, зачем? Есть ощущение, что вы отторгаете сами себя, вы хотите найти в других людях подтверждение своей ценности, своей значимости. Есть ощущение, что вы сами, опять же, не проявляетесь. Ведь чтобы найти человека, ну, чтобы найти людей для общения, да, каких-то единомышленников, может быть, пару, может быть, друзей, может быть, соратников в каком-то деле, вот, нужно проявляться. Нужно проявляться и что-то строить. Нужно, как бы, что-то привносить в мир. Понимаете? И делать это желательно для неограниченного круга людей. Кто-то это не примет. Кто-то скажет, да, ну, фигня какая-то. А кто-то скажет, вау, круто, я хочу разделить это с тобой. Вот. Я бы не сказал, что это может произойти сразу, как только вы начнете что-то делать. Возможно, пройдет время, возможно, пройдет время немаленькое. Это зависит от того, как вы это делаете. Это зависит от того, в какой форме вы это выражаете и прочее. Но то, что произойдет, сомнений нет. Поэтому есть ощущение, что здесь вы, как бы, не реализованы. Есть ощущение, что вы хотите реализоваться через, ну, вот, тех, кого бы вы посчитали достойными. Но, боюсь, что конкретно так, это, наверное, не работает. Потому что реализоваться через другого человека не представляется возможным. А что, если этот человек с вами не согласится, да? Что, если у этого человека другое мнение, понимаете? Поэтому я обозначил вот несколько проблем, да, которые, как мне кажется, имеют место быть. Мне легко, легко поверить в то, что вы чувствуете себя отлично от других людей. Мне легко поверить в то, что вы смотрите на этих людей и, ну, как-то вот вообще не понимаете, да? Типа, как можно жить вот так, допустим, да? Как живут они? Я легко могу это понять. Я легко могу в это поверить. Но мне сложно поверить в то, что за свои 30 лет, да, вот, вы не нашли, как бы, ну, никого, да, кто бы разделил бы с вами ваши, вот, ну, ваши интересы, да, ваши взгляды, ваши, ну, потребности и так далее. Вот это мне очень, в этом мне очень сложно поверить. Поэтому я думаю, что здесь нужно, ну, решать, да, это не вопрос того, нормальные ли вы или нет. Это вообще-то вопрос оценки, как бы. Я не думаю, что нужно решать этот вопрос. Я думаю, что нужно решать вопрос того, как вы выстраиваете отношения с людьми, вот. Хотите ли вы выстраивать отношения с людьми? Как вы это делаете? Я имею в виду, опять-таки, ну, выстраиваете отношения с людьми, вот. Потому что это можно делать по-разному, да, и, ну, вот, не все способы, да, скажем так, работают, ну, одинаково хорошо, вот, вот. Поэтому вполне возможно, что вам нужна помощь в этом. Вполне возможно, что вам, ну, можно вот несколько, знаете, как, подучиться, да, там, ну, контактировать с людьми, то есть подучиться общаться, вот. Вполне возможно, что вам стоит вновь найти в себе любопытство, которое вы, ну, вот, по какой-то причине подавили. И в этом всем вам может помочь психол. Желаю вам всего самого доброго, удачи, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать на собой работу. Всего доброго.